Спасибо большое. Немножко хочется спросить о серьезном, Евгении. Закончились. В прошлый сезон была операция, что с коленами? Как проходит подготовка к новому сезону? Подготовка проходит хорошо. Я сейчас прилетел из Римени буквально вчера. У меня было показательное выступление в Римени. Они прошли очень здорово, замечательно. Сегодня я выступил. Сейчас небольшая пауза ото льда. Буквально завтра я уезжаю в Кисловод. Готовится бегать в горах, дышать воздухом, пить кисловодскую воду, набираться сил. То есть будет у меня общая физическая подготовка, ОФП. 20 дней я проведу в Кисловодске. После этого я приступаю на лед. Готовлюсь к следующему сезону. Кстати, поработал с Камерленго. Открою небольшой секретик. Может быть, кто-то уже знает. Конечно. Поработал с Камерленго. Паскуаль Камерленго. Итальянец. Потрясающий хореограф. Многим спортсменам ставил в прошлом году. То есть один сейчас из лидеров в мировом фигурном катании по постановкам. Мне очень понравился. Он супер постановщик. Работает с душой. И хочу продолжить с ним. Мы будем ставить и короткую программу, и произвольную программу. То есть это новый хореограф для меня. Новые движения, новые программы, новые образы. На самом деле новое. Поэтому жизнь кипит. Тренируюсь, работаю и готова выступать в следующем сезоне. Ну и, наверное, самое главное, это, конечно, 14-й год. Не устаю говорить. Это Олимпиада, родная Олимпиада. Дома, в Сочи, в России. Четвертая Олимпиада. Четвертая Олимпиада. Вот поэтому приложу все усилия, чтобы докататься. Докататься достойно. После Олимпийских игр я планирую завершающий свой тур. Прощальный тур с любительским спортом. Вот поэтому тоже сейчас уже идут планы. Уже готовим программу заранее, за два года. Прокачусь обязательно по России и по всему миру со своим прощальным туром. А если вот была такая информация, что Камерленд пролетал всего на 4 часа. Это были как наметки к новой программе или все-таки уже какие-то планы конкретные? Он прилетал на два дня. Алексей Николаевич считал. Он посчитал в общей сумме. Ну, видимо, они поработали с Алексеем Николаевичем 4 часа. А вот, видимо, посидели, подумали, посмотрели музыку, послушали 4 часа. Ну, может быть. Вот, он прилетал на два дня. Это, конечно, работа еще не закончилась. Она только началась. Но то, что мы поставили уже, например, в короткой программе, это практически уже больше половины программы. Еще раз говорю, что мне с ним очень было интересно, потому что он владеет коньком, он владеет ребрами, он владеет некими движениями уникальными, новыми какими-то. Вот, поэтому очень здорово. Это, на мой взгляд, один, еще раз говорю, один из лучших сейчас, я не могу его назвать хореографов, да, потому что он фигурист в прошлом, танцор. Ну вот, но хореограф такой, хореограф-катальщик. Мне очень понравилось. Здравствуйте. У меня вопрос к Диме. Собираетесь ли ехать в Баку?